Эдмонд Камильтон. Мертвая планета. Уважаемые мои подписчики и гости канала, большая просьба поддержать канал лайком и комментарием. Это ваш вклад в развитие канала. Большое всем спасибо за терпение и поддержку. В начале этот мир не выглядел опасным, темный, покрытый льдом, безжизненный. Не было никакого намека на то, что скрывалось на этой планете. Единственное, что занимало нас, погибнем ли мы, когда искалеченный корабль ударится о поверхность. Кораблем управлял Тарн. Все надели скафандры в надежде, что они спасут нас, если корабль разобьется при посадке. В массивных скафандрах мы напоминали трех странных толстых роботов. «Нам везет, как покойникам», — раздался в динамике мрачный голос Дрила. «Угодить в такую переделку в самой заброшенной дыре во всей галактике». «Радуйся, что достиг хоть какой-то звезды с такими-то двигателями», — пробормотал я. «Радоваться», — короб, — с горечью повторил Дрилл, — «радоваться из-за того, что агония продлится еще несколько дней, ведь спастись нам не удастся». Раскинувшаяся перед нами звездная система выглядела не самым лучшим местом для аварийной посадки. В этом районе, на самом краю галактики, большинство звезд были древними, умирающими красными карликами. Шесть миров вращались вокруг звезды, возле которой мы оказались. Мы направились вглубь звездной системы, в поисках, пригодной для жизни планеты. Но сейчас мы уж совершенно ясно видели, что ничего похожего в этой звездной системе нет. Перед нами оказался лишенный воздуха шар, закованный в панцирь снега и льда. Другие пять планет выглядели еще менее привлекательно. К тому же, в любом случае, мы не могли изменить курс. Мы даже сомневались, сможет ли наше судно, не разбившись, приземлиться на двух стандартных генераторах. Смерть была рядом, и мы знали об этом, однако не дрогнули. Но мы принадлежали звездной службе и привыкли к риску. Смерть всегда маячила у нас за спиной. Много астронавтов и звездной службы погибли в бескрайних просторах, нанося на карты отдаленные уголки галактики. Маленькие корабли, вроде нашего, добирались до самых далеких звезд, но только две трети из них возвращались назад. С остальными произошли различные несчастные случаи, вроде того, что случилось с нашими генераторами при проходе через облако межзвездной пыли. «Сейчас мы сядем», — опечалил нас голос Старна. «Я попытаюсь скользнуть вдоль поверхности, но шансы малы». «Пристегнитесь получше». Используя неуклюжие манипуляторы костюмов, мы вцепились в поручный кресел, надеясь на чудо. Дрил внимательно смотрел на большой белый шар внизу, который увеличивался в размерах. «Тут повсюду глубокий снег. Быть может, это смягчит наше падение». «Да», — ответил Тарн. «Но корабль похоронит нас под снегом. На льду, даже если мы разобьемся, нас увидят. Спасатели станут искать обломки, но если не увидят их сразу, долго искать не будут». «На мгновение меня охватила радость от осознания того, что я один из астронавтов звездной службы. И я с презрением взглянул на подстерегающую опасность». «Сейчас, сейчас», — пробормотал Дрил, внимательно глядя на экраны. Ледяная поверхность приближалась с кошмарной скоростью. «Я напряженно ждал. Что же предпримет Тарн?» Он выжидал до последнего момента. Потом переключил силовые установки, и два оставшихся генератора энергии взревели на пределе мощности. Им удалось проработать всего несколько секунд, но этого оказалось достаточно. Тарн умело вывел наш корабль из пике и попытался погасить скорость. Скользнув по поверхности, мы приземлились более или менее удачно. Невозможно представить ту бесконечную малую грань, что отделяло нас от аварии. Включи отражатели чуть раньше и пронесешься мимо цели. Чуть позже — и тебя размажет по земле. В этот раз Тарну повезло. Или, скорее, дело тут не в удаче, а в инстинкте пилота. В любом случае, несколько мгновений нашей жизни висели на волоске. Но вот генераторы взвыли, мы с грохотом ударились о поверхность, и наступила тишина. Корабль лежал на ледяной поверхности планеты. Корма смялась, и обшивка в одном месте разошлась. В один миг воздух в выхрем вырвался наружу, но скафандры спасли нас. — Мы сеяли, — радостно взрывил Дрилл. — Я уже не верил в спасение. Тарн, ты настоящий ас. Но Тарн не радовался вместе с нами. В отличие от нас, он не пристегивался, и теперь стоял, разглядывая высветившуюся на экране панораму. В своем скафандре он выглядел немного смешным. — Мы спаслись, но смерть по-прежнему стоит у нас за спиной, — пробормотал он. — Мы попали в ловушку. Он говорил правду. Маленькая планета на краю галактики принадлежала одной из самых отдаленных звездных систем. Тут не было ничего, только лед и холод. Ледяные поля простирались во все стороны. Ровная белая равнина. На планете отсутствовала атмосфера. Без сомнения, глубокие снежные сугробы были замороженным воздухом. Над ледяной равниной распростерлось темное небо. И только на одной трети небосвода горели звезды. Ведь планета была форпостом нашей галактики. «Генераторы корабля вышли из строя, — продолжал Тарн. — Связи с базой нет. Обшивка пробита, и мы потеряли много кислорода. Наш единственный шанс на спасение, — продолжал он, — сделав многозначительную паузу, чтобы мы осознали всю бедственность положения. Обнаружить на этой планете тантал и другие необходимые металлы. Тогда мы попытаемся золотать обшивку и починить генераторы. Дрилл. Ключи геосенсор. Этот прибор использовался для поиска залежей металлов на неисследованных планетах. Он посылал особые лучи, которые прощупывали кору планет, по отраженному сигналу, определяя состав почвы. Дрилл приготовил геосенсор к работе, настроив его на поиск редких металлов, которых мы нуждались. Осталось ждать, когда прибор выдаст необходимую информацию. Невероятная удача, — наконец воскликнул Дрилл. Залежи тантала и других необходимых нам металлов совсем рядом. Правда, они скрыты подо льдом. Слишком уж все удачно получается, — удивленно проговорил я. Бесторождения этих металлов никогда не бывают вместе. Таррн стал быстро производить какие-то расчеты. Так, мы снимем оборудование с корабля и с легкостью растопим лед. Подготовка отняла у нас очень мало времени. Вскоре мы собрались в дорогу. Замороженный мир под небом, больше напоминающим черную пустоту межгалактического пространства. До аварии мы нанесли на карту дюжину миров. Но этот был самым мрачным из всех. Вот планета повернулась в сторону межгалактической бездны и стала еще темнее. Наши криптоновые лампы, с трудом разгоняя тьму вечной ночи, пришлетели по льду узкие тропинки. Металлические подошвы скафандров скользили по льду. Немедля мы отправились в путь, корректируя движение. Наконец, после нескольких часов изматывающей пешеходной прогулки, Дрил с жестом приказал нам остановиться. «Мы почти у цели», — объявил Дрил. «Она в какой-нибудь сотне метров под нами. Мы стояли на вершине ледяного холма, и вокруг не было никаких ориентиров, которые могли бы показать, где искать эти металлы. Но мы не сомневались в показаниях приборов, которые определили, что максимальное скопление металлов находится на склоне». Сняв с хвостовой части корабля генератор тепловых лучей, мы перенесли его к холму. Таррен нацелил излучатель и включил его. Он управлял излучателем с огромным искусством. В один миг он вырезал десятифунтовую яму в толще льда, а потом за несколько минут порезал наклонный туннель в сотню футов длиной. Тепловой луч резал лед, словно нож в головку сыра. А потом из туннеля полетели искры. Таррен быстро отключил генератор. «Должно быть, мы добрались до породы, содержащей металл», – объяснил он. «Но металлы находятся в футов на семьдесят-восемьдесят ниже». В голосе Дрила слышалось недоумение. «Спустимся и посмотрим», – предложил Таррен. «Помогите-ка установить лебедку». Мы принесли тяжелые балки и установили массивный треножник над шахтой. Толстые кабели пролегли через шкивы, и мы подвесили на них крепкую металлическую корзину. Корзина была рассчитана на двоих, но никто не хотел в одиночестве ждать наверху, посреди темной ледяной равнины. Точно так же никто не хотел в одиночку спускаться в ледяную яму. Так что, в конце концов, мы забились в хрозину втроем. «Ведем себя словно дети, а не ветераны звездных путешествий», – усмехнулся Таррен. «Интересно, как влияет расстояние от центра галактики на психику? Нужно заняться исследованиями». «Кстати, вы захватили лучевые пистолеты?» – неожиданно спросил Дрил. «Конечно, мы захватили их, однако никто не мог объяснить, почему. Неясные предчувствия обрывали нас, но мы не стали это обсуждать». «Поехали», – сказал Таррен. «Отпусти кабель и помоги мне разобраться с подъемником, Орек». Я повозился с механизмом на полу корзины, и мы медленно начали спускаться в ледяную яму. Единственным источником света для нас стала криптоновая лампа Дрила, которую он развернул прямо вниз. Мы спустились на сотню футов, и только тогда увидели препятствие, с которым столкнулись лучи света. Оказывается, под толщей льда лежала толстая плита прозрачного металла, но тепловой луч прожег ее насквозь, а дальше была темнота, пустота. Видимо, там под металлом располагалась огромная полость. Когда Таррен заговорил, голос его задрожал от волнения. Я с самого начала подозревал что-то подобное. Посмотрите-ка туда. Луч криптонового фонаря, падающий под углом вниз, открыл сцену, потрясшую нас. Подо льдом скрывался город. И не просто город, а огромный мегаполис, чьи строения вырисовывались в тусклом свете нашего фонаря. Весь этот город был защищен куполом прозрачного металла, который пробил наш тепловой излучатель. И этот металл выдерживал многотонный вес льда. Значит, наш излучатель прорезал дыру не только во льду, но и в крыше купола, возбужденно сказал Таррен. Мертвый город простоял подо льдами многие века. Да, он был мертвым. Спуская все ниже и ниже, мы не видели никакого движения на его сумрачных улицах. Белые проспекты, широкие фасады и галереи, шпили зданий, хранили молчание. Никого не было видно, да и воздуха тут не было. Никто тут не жил. Наша корзина опустилась посреди улицы. Мы остановили лебедку и выбрались из корзины. И тут случилась вещь, просто невероятная. Не знаю, как остальные, а я едва сумел сдержать крик удивления. Вдруг нас стало светлеть. Вначале это напоминало слабые всплески зари, а потом переросло в мягкое мерцание, залившее улицы таинственного города. Город вовсе не мертв, воскликнул Дрил. Этот свет... Свет мог зажечь какой-нибудь компьютер, сказал Таррен. Видимо, эта цивилизация достигла довольно высокой ступени развития. Мне здесь не нравится, тут кто-то есть. У меня тоже возникло такое чувство, хотя обычно я особой восприимчивостью не отличался. Впрочем, иначе бы я не работал в звездной службе. Полутьма, царящая здесь, подавляла. Глубоко в сердце зародился страх перед этим безмолвным городом, затаившимся в толще льдов. Так, нужно собрать металл и убираться отсюда, решительно сказал Таррен. Да и света нам нужно побольше. Дрил снова взялся за переносной геосенсор и попытался определить нужное направление. Индикаторы прибора высветили, что скопление необходимых нам металлов расположено на противоположном конце города. Там возвышалось огромное здание. Его невероятно высокие шпили почти касались вершины купола. Мы решительно направились в его сторону. Металлические подошвы скафандров зазвенели по полированной каменной мостовой. Должно быть, мы являлись собой странную картину, когда маршировали по безмолвным улицам, высвеченным таинственным светом. «Город и в самом деле, стар», – тихо сказал Таррен. «Таррен! Орок!» – неожиданно завопил Дрил. Он резко обернулся и схватился за лучевой пистолет. Но мы тоже увидели опасность. Она обрушилась на нас с боковой улочки. Я не смогу описать это создание. Тварь не походила ни на одну из известных мне форм жизни. Черное чудовище, принимая то одну ужасную форму, то другую, быстро наплывало на нас. Нас охватил ужас. Не разговариваясь, мы открыли огонь из лучевых пистолетов. Существо с невероятной скоростью метнулось назад и в один миг исчезло между двумя зданиями. «Настоящий космический дьявол!» – выругался Дрил. Его голос слегка дрожал. «Что это было?» Таррен был поражен не меньше нас. «Не знаю. Оно живое, вы сами видели. И оно быстро сбежало, когда мы выстрелили. Что говорит об определенной разумности и чувствительности?» «Живая плоть не может существовать в ледяном вакууме», – начал было я. «Существуют различные формы жизни, о которых мы ничего не знаем», – пробормотал Таррен. «Однако сомневаюсь, чтобы такая вот тварь построила город вроде этого». «Вон еще одна!» – воскликнул я, показывая на приближающее чудовище. «По форме тварь больше всего напоминала огромного червя. Но стоило нам поднять оружие, и она метнулась прочь. Видимо, нам стоит поспешить», – заметил Таррен, хотя голос его прозвучал неуверенно. «Необходимые нам металлы или возле той большой башни, или где-то внутри нее. Если мы не достанем их, то просто сдохнем на льду наверху». «Быть может, нам уготована худшая участь, чем смерть от холода», – хрипло сказал Дрил. «Но он без колебаний отправился вместе с нами». «Мы быстро прошли по улицам, постепенно попадая под магическую власть прекрасного города, который, тем не менее, вселял такой ужас. Казалось, гигантский мегаполис наводнен ужасными чудовищами. Нам пришлось отрывать огонь раз десять. Мы останавливали их своими выстрелами, но, похоже, так и не причинили вреда ни одному из них. Они же, в свою очередь, не подходили к нам ближе, чем на несколько кварталов. Казалось, они следуют за нами, наблюдают. Чем ближе мы подходили к башне, тем более угрожающими становилось их число и движение. Но гораздо хуже этих существ были волны ужаса, которые всякий раз обрушивались на утесы наших душ. Словно с того момента, как мы вошли в город, кто-то невидимый хотел остановить нас. И с каждой минутой это чувство становилось все сильнее. Без сомнения, происходит какая-то психологическая атака, пробормотал Тарн. И, видимо, все из-за того, что мы направились к этой башне. Эта звездная система лежит на краю галактики, заметил я. Какие-нибудь существа, которые присниться нам не могли, явились сюда из черной мецгалактической бездны и устроили свое логово в этом мертвом городе. Я полагал, что мы все же повернем назад, но Тарн был непреклонен. Твари боятся нас, поэтому держатся на почтительном расстоянии. Мы добрались до широкой лестницы, которая вела к полукруглой арке входа в огромную башню. И тут мы почувствовали новую волну страха. Она подействовала поистине сокрушительно и одним махом смела нашу храбрость, уже подточенную психологической атакой. Это была кульминация. При нашем приближении высокие двери башни медленно открылись. Из башни, шатаясь и прихрамывая, выбралось существо, один вид которого заставили нас застыть на месте. «Такая тварь не могла родиться в нашей галактике!» Наконец громко воскликнул Дрил. Чем-то она походила на чудовищную жабу. Ее тело напоминало комок тошнотворной черной грязи, из которого торчали толстые черные отростки, то ли щупальца, то ли руки. Три глаза, расположенные треугольником, напоминали щелочки, за которыми горел холодный зеленый огонь. Тварь уставилась на нас, словно стараясь закипнотизировать. Чуть ниже морды вздымались и опадали дыхательные мешочки. Шатаясь и спотыкаясь, тварь стала спускаться к нам по лестнице. Мы выстрелили в это ужасное существо, но тварь словно и не заметила наших лучей. Она продолжала сползать по лестнице. А самым ужасным было то, что она, видимо, каким-то образом повелевала меньшими тварями, которые начали собираться у нас за спиной. Дрилл закричал и повернулся, собираясь бежать. Я готов был последовать его примеру. Натарн остановил нас. Подождите, посмотрите на это создание. Ведь оно дышит. На мгновение мы замерли, ничего не понимая. И тут я неожиданно все понял. Совершенно очевидно, тварь дышала, но ведь здесь не было воздуха. Тарн быстро шагнул вперед. Это был отважный поступок настоящего разведчика звездной службы. Большими шагами он направился прямо к существу. И как только он достиг чудовища, оно исчезло. Больше всего это напоминало изображение галлопроектора. Щелк. Проектор выключили, и изображение исчезло. В тот же миг исчезли и более мелкие твари у нас за спиной. Значит, оно было нематериально, воскликнул Дрилл. Всего лишь иллюзия, ответил ему Тарн. Точно так же, как и остальные твари. То, что они дышали там, где нет воздуха, подсказало мне правильный ответ. Но тогда выходит, что те, кто направил на нас атаку призраков, находятся внутри этого здания. «Да, точно так же, как металлы, которые нам необходимы», – брачно проговорил Тарн. «И нам ничего не остается, как войти туда». Новые волны ужаса обрушились на нас. Они становились сильнее с каждым шагом. Когда мы добрались до огромных дверей, мне показалось, что еще чуть-чуть, и я сойду с ума. Мы вошли в огромный сверкающий белый зал. И все страхи как рукой сняло. Первый раз, с тех пор, как мы попали в этот мертвый город, мы перестали бояться. Казалось, ужасная межгалактическая бездна теперь далеко-далеко. «Прислушайтесь», – прошептал Тарн. «Я слышу». «Я тоже услышал». «Конечно, слышали мы не по-настоящему. Это был не звук, а какие-то ментальные волны, превращающиеся в звуки у нас в мозгу. Мы услышали музыку, вначале слабая и отдаленная. Она становилась все громче. Голоса сливались со звуками музыкальных инструментов. Музыка была незнакомой. Ничего похожего мы раньше не слышали. Мне показалось, что музыка эта рассказывает о титанической борьбе и надеждах давно вымершей расы. Она показалась нам суровой и заставила затаить дыхание. Замерев, слушали мы симфонию победы и поражения. «Они идут к нам», – неожиданно проговорил Тарн, вглядываясь в дальний конец сверкающего зала. «И тут я тоже увидел их. В тот миг в сердце моем не было страха, хотя существа, приближающиеся к нам, выглядели фантастически. От дальней стены неба в нашу сторону двигалась длинная процессия обитателей давно погибшего мира. Они ничуть не напоминали нас, хотя имели две руки и две ноги. Наверное, я бы не смог описать их. Слишком чужеродными выглядели они вблизи». Музыка дошла до финального крещенда и смолкла. Инопланетяне остановились неподалеку и стали внимательно разглядывать нас. Потом один из них, видимо, предводитель, заговорил, и голос его зазвучал в мозгу каждого из нас. «Вы отважные люди, победившие страх», – так начал он свою речь. «Но город этот мертв, все существа, которых вы видели, все те ужасные твари, что напали на вас, даже мы сами, те, кто стоит перед вами, призраки. Вычислительное устройство продуцирует наше изображение. Оно включилось автоматически, как только вы вошли в город». «Я так и подумал», – прошептал Тарн. «Иначе и быть не могло». А предводитель инопланетян продолжал. «Мы – народ, вымерший давным-давно. Мы – уроженцы этой планеты». Тут он произнес какое-то слово, но в нашем языке не нашлось ему аналога. «Теперь наша история – далекое прошлое. Мы достигли высот могущества, знания и славы. Наши ученые показали нам пути к иным мирам, к иным звездам, и мы завоевали и колонизировали большую часть галактики. А потом произошло несчастье. Из межгалактической бездны явились захватчики, столь чужеродные нам, что никогда не смогли бы жить с нами в мире. Между нами неизбежно произошло бы столкновение. Мы защищали свою галактику, а они хотели завоевать ее. Они не были вполне материальными существами и состояли из фотонов. Дрейфующие облака, способные собираться вместе, образуя единый разум. Они плыли от звезды к звезде, уничтожая тысячи миров. Мы потеряли все колонии и оказались запертыми здесь, на этой планете, в последней своей цитадели. Смогли бы эти странные существа стать высшим порождением природы и когда-нибудь создать цивилизацию наподобие нашей? Не знаю. Все возможно. Мы же потерпели поражение в битве с ними. Обладая невероятной мощью, они не терпели соседства ни одной расы, пытающейся достичь их уровня развития. Однако, перед тем, как погибнуть, мы нашли способ уничтожить своих врагов. Их можно было уничтожить только при помощи силы. Мы превратили нашу звезду в реактор, сбросив в нее несколько планет и лун. Произошел огромный выброс энергии, который смел наших противников, нарушив внутреннюю структуру их тел облаков. Но он также уничтожил последних из нас. Мы заранее приготовились к гибели и собрали все знания, всю мудрость нашего народа в надежде на будущее. Когда-нибудь в нашей галактике иные формы жизни достигнут высот космической цивилизации. Когда-нибудь сюда придут исследователи с иных звезд. Если они недостаточно разумны, наша телепатическая атака должна была разогнать их. Но если они смогут понять, что их противники всего лишь иллюзии, то войдут в эту башню в поисках секретов нашего народа. Вы, те, кто стоит передо мной, побороли свой страх. Вам, кем бы вы ни были, мы преподносим нашу мудрость и нашу силу. В этом и остальных зданиях все наши знания. Используйте их мудро на благо галактики и других разумных рас. А сейчас мы прощаемся с вами. Всего вам хорошего. И фигуры исчезли. Только мы втроем остались стоять посреди зала. Мы молчали очень долго. Боже мой! Каким великим был этот народ! Наконец выдохнул Тарн. Умереть, избавив галактику от ужасной угрозы и оставить все свои достижения тем, кто придет за ними. Давайте посмотрим. Быть может, мы обнаружим металл, предложил Дрилл. Голос его дрожал. Хочется побыстрее выбраться отсюда и хлебнуть с анкиллы. Мы нашли нечто большее, чем металл. Мы попали в удивительное хранилище инопланетных механизмов, где обнаружили генераторы энергии, подходящие для наших целей. Без особых трудностей мы установили их на нашем разбитом корабле. Не имеет смысла рассказывать обо всем, что мы обнаружили. Звездная служба всегда бережно относится к сокровищам древней науки. О том, что мы обнаружили, скоро станет известно всей галактике. Труднее всего было перетащить инопланетные генераторы, а наш корабль. Но когда это было сделано, все пошло как по маслу. Вскоре мы кое-как залатали наш поврежденный корпус и приготовились к старту. Корабль стрелой взвился в средяной планеты и, облетев потухшее солнце, взял курс на базу. Только тогда Дрилл выставил бутылку с анкиллы. «Давайте, наконец-то, снимем эти чертовы скафандры и выпьем», – предложил он. Мы с превеликим удовольствием вылезли из тяжелых звездных доспехов. Было так приятно освободиться от них. После многодневного заключения расправить затекшие крылья и пригладить перышки. Мы переглянулись и подняли бокалы с розовой санкиллой. Выражение лица Тарна, украшенного мощным клювом, подсказало, что мы думаем об одном и том же. Он поднял бокал. «Ныне мы самая великая раса в галактике», – сказал он. «Так давайте же выпьем за этот странный ледяной мир». Как там его называли аборигены? Земля? Конец книги. Спасибо всем за внимание. Если было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Очень бы хотелось узнать ваше мнение. Какие рассказы вы хотели бы услышать? Напишите в комментариях. Задавайте вопросы. Я всегда отвечу. На этом пока все. Всем мира и добра, земляне!